Ежегодно 1 мая во многих странах мира отмечают праздник весны и труда. В Советском Союзе в этот день проводились массовые демонстрации. А сейчас люди в этот день предпочитают отдых на природе. Отмечают ли сегодня 1 мая и что о нем помнят ветераны труда, узнавала наша съемочная бригада. Осия Тесаева – одна из более чем 65 тысяч ветеранов труда в Дагестане. Почти 50 лет она проработала в Министерстве труда. Как и в любом министерстве, работа не пыльная, а административная. Но залог успеха в любом деле – это любовь к тому, чем занимаешься, и отзывчивость к ближнему считает ветеран. В этом здании я проработала с 1971 года. Лучшие годы жизни все мои прошли в этом здании. Я очень любила свою работу, я любила своих граждан, пенсионеров, инвалидов. Придут инвалиды войны таким возмущением, и я всегда с ними так хорошо говорила, что они успокаивались, уходили, говорили – спасибо вам, женщина. Осия Тагаевна воспитала троих дочерей, женила внуков, и у нее уже появляются правнуки. Считает, что карьера – не помеха счастливой семейной жизни, и что молодежи сегодня, как никогда, необходимо работать во благо и себя, и республики. Женщина иногда тоскует по тем дням, когда собирались на парад с коллективом, шагали дружной колонной с плакатами и транспарантами. Уверена, что этот праздник труда был бы не лишним и сегодня. Как без праздника, что пойти на парад, пойти погулять с детьми, с внуками. Когда-то 1 мая носил название «День международной солидарности трудящихся». Сегодня праздник отмечается в 142 странах. В некоторых из них традиция собирать людей под знамена профсоюзов сохранилась, но в большинстве своем это все же не политическое мероприятие, а просто весенние народные гуляния и ярмарки. Или еще один выходной, в течение которого можно отдохнуть и провести время с семьей и друзьями. Лариана Шемхалаева, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ Махачкала.